Продолжение следует... 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 И потом подумал, что надо, наверное, опираться на тех личностей, которые связывают две культуры, русскую и литовскую. Так это был первый кандидат Батрушайтис, Чирленис, Корсавин, Добужинский. И тут у меня открылись глаза для очень широкого поля деятельности, потому что через Батрушайтиса можно было бы ходить куда угодно, и в музыку, и в искусство, и в дипломатию, политику, куда угодно. И здесь договорились с Николаем Патрилёвым, что будем делать маленькую конференцию для знакомства с Батрушайтисом более-более близко. И это состоялось в 98-м году, в далеком прошлом веке. Она была, эта конференция, небольшая, потому что у меня не было и такого опыта организовать большие мероприятия. Мне три человека организовать уже была большая проблема, а тут конференция. Ну, во всяком случае, пять человек были, которые приехали, собрались, так сказать, на эту конференцию. Это был Батрушайтис, который говорил о «Батрушайтисе как дипломатии», Катрилёв Николай, «Батрушайтисе» делал доклад. Абдеева из истории подготовки сборника латышской литературы в издательстве «Паруса» Лавров, знаменитый из Петербурга. Андрей Белый, Юргиз Батрушайтис, Никитина Батрушайтис и Горький. Зубарев Юргиз Батрушайтис, сотрудник репертуарной и историко-театральной секции ТО «Наркомпроса». И Роберт Берт, Иванов и Бальмонт, которые там тоже связывались через Палтрушайтис. В конечном итоге, после конференции, я очень волновался. Для меня это первая ласточка. И после этого окончилось тем, что мы издали такую книжицу, которая как-то быстро разошлась. Она в небольшом тираже была. Это наша первая работа. И после этого начались другие конференции, которые, так сказать, притянули в наше сообщество многоуважаемого Владимира Николаевича Топорова, Татьяну Цивьян, Марию Завьялову и позже Вячеслава Селудовича Иванова. И вот это сообщество красивых людей, замечательных, и построило такой фундамент этого мероприятия, что некуда было деваться, надо было проводить и дальше эти конференции. И они расширялись. Они расширялись каждым годом. Мы проводили в 1998, в 1999, в 2000 году, в 2005 году, в 2006, в 2007, в 2008 и так далее. Потом я уже уехал. Но самая для меня была радостная и ценная и очень интересная конференция, была в 1999 году, когда сделали конференцию «Отец и сын», «Отец-поэт и сын-культуролог». Для меня, надо сказать, к сожалению и к позору, фигура второго Балтрушаетеса малоизвестна была. Я их путал. Мне казалось, что это один и тот же человек. Потом обнаружил, что сын, Юргис Балтрушаетес тоже, Юргис тоже, великий исследователь культуры, и как жалко произносить это, но в Литве он тоже мало, так сказать, ну, может быть, известен, но опубликован очень мало какими-то его трудами. Первый труд – это вышел еще до войны «История культуры Европы». И два тома, и потом, в новые времена, очень плохого качества было повторение. И фундаментальный труд фантастической средневековни. Вот и все, что мы знаем. Меня бросило в дрожь и волнение, когда итальянская группа Рафаэля Вилани и еще не помню сейчас фамилию женщины, которая из Бергамо приехала, и привезла мне целую кипу трудов Балтрушаетеса. Огромные альбомы, которые переведены из французского, и они их переиздают. Так что я был удивлен таким обидием сочинений, и какое-то чувство вины присутствовало в том, что мы этого всего не знаем. Ну, к сожалению, и сейчас пока мы не имеем. Но в России вообще не было известно, Юргей Вилан Балтрушаетеса плачет. Так что эта конференция была очень интересная, очень большая и очень ценная, мне кажется. К сожалению, нам не удалось издать докладов в этой конференции. Так что это большое упущение. Я занимаю очень много времени, но, знаете, это для меня такой чувствительный вопрос, что я по сей день о Балтрушаетесе думаю и слежу, что там происходит в культурном мире с фигурой Балтрушаетеса. Даже какие-то легендарные, так сказать, высказывания, что якобы он не умер, а в 44-м году замкнулся в монастыре и до глубокой старости там жил. Ну, это, наверное, сказки. Но меня всегда волновали строчки две, которые звучали у меня почти всегда. «Вся мысль моя – тоска по тайне звездной. Вся жизнь моя – стояние над бездной». Это судьба человека, это судьба многих нас, и это в какой-то степени даже окрыляет. Ну, через Балтрушаетеса мы потом вышли в своей работе на разные другие программы, на конференции Великого княжства литовского «История культура, язык» на конференции по Балтистике, издали историю Литвы. Ну, тут много можно говорить, я не буду все перечислять, так что кто интересуется, тот знает. Но самое главное, что эти конференции не закончились, а продолжались после моего отъезда чтениями Балтрушайкиса, которые, наверное, и сегодня есть. И я, как земляк Балтрушайкиса, я очень благодарен за этого человека, за то, что о нем думают и говорят, и очень благодарен я лично себя, конечно, но я думаю, что наша республика тоже благодарна и в первую очередь Татьяне Цивьян, Марии Завьяловой, эти два человека, которые не дают погаснуть этому огоньку существования этой личности. И, наверное, хватит сил у Марии, чтобы это продолжить дальше. И, наверное, я больше не буду занимать вашего времени. Спасибо, что вы слышали. Желаю всем в эти такие интересные времена не сдаваться, держаться крепко, быть здоровыми и не потерять творческого огонька. Спасибо вам.